Всем привет, с вами Аурум. Сегодня речь пойдет о невероятном баге и, пожалуй, историю всю стоит начать с того, что вчера Макс Лук снял видос, в котором показал, как удвоить урон от ракеты. И действительно, там когда бьет ракета, то урон от нее Х2. Но один из моих подписчиков посмотрел это видео и придумал свою собственную тему, и это невероятно, серьезно. Двойной урон от ракеты это, конечно, очень круто, но когда Спарки с одного выстрела уничтожает целую башню, вот это действительно эпик. Суперсел, передаю тебе привет. Ну правда, ребят, сколько багов не было, но все они разные, все они какие-то смешные, забавные, я просто в шоке. Ну действительно, сколько багов я видел на своем веку, играя вот в игру Clash Royale, Clash of Clans, просто, блин, ну, ну это просто жесть. Но чтобы опять вот такая вот фигня, это просто дичь. Посмотрите, с одной тыки сносит башню. Класс. Конечно же, многие из вас, в общем-то, как и я, хотим повторить эту штуку, как это сделать в дружеском бою. Ну потому что Спарки не каждый день с одного выстрела зафигачивает башню. Ну, ребят, ответ, блин, прост. Это все дело в ледяных големах. Их нужно поставить таким образом, чтобы Спарки одновременно стрельнула по двум големам и по башне. А почему происходит такой эффект? Я не знаю, серьезно, я тупо не знаю. Макс показывал то же самое с ракетой, но со Спарки все более эффектно выглядит, потому что Х2 урон Спарки это как раз ХП одной башни. Причем, правда, ребят, это может повторить абсолютно каждый. Конечно, со Спарки это немножко сложнее, чем с ракетой, потому что, ну, попасть ракетой в двух големовую башню одновременно, в общем-то, изи. А вот Спарки попасть по двум големам и башне одновременно уже сложнее. Ну и, опять же, все зависит больше от вашего помощника, да, от вашего оппонента, потому что если вы бросаете ракету, там, конечно же, вам нужно метко попасть. А в случае со Спарки вашему оппоненту нужно вовремя выставить двух големов или их клонировать. Кстати говоря, клон Спелл работает абсолютно так же. Кому интересно, вот можете сейчас прямо видеть это на экране. Действительно, клон Спелл тоже утваивает урон. Это бред вообще. Кстати говоря, по поводу ледяных големов. Как только вышел ледяной голем, то был такой известный баг, о котором тоже, по-моему, Макс Лук снимал, и я снимал, я уже точно не помню. Дело заключалось в чем, что когда ваш ледяной голем находится в зоне другого вашего юнита, и на обоих юнитов летит какой-то Спелл, то умирает ледяной голем, но при этом выживает другой юнит. Это было просто жестко. Кстати говоря, этот баг заюзали на турнире по игре Clash Royale, который проходил в Париже, и бой, кстати говоря, тогда не засчитали. Тогда ледяного голема пустили возле арбалета, на арбалет бросили ракету, и арбалет при этом выжил. Понимаете, вообще ХП не отнялось, потому что вот существовал такой вот баг. И, ребят, тогда все, этот бой не засчитали, все нормально. Вот, но суть в том, что такой баг существовал, и его очень-очень долго не фиксили. Теперь же опять новый баг, связанный с ледяным големом, точнее уже с двумя ледяными големами. Но если тогда хотя бы логику поведения этого бага можно было как-то понять, то сейчас я вот так вот сходу не могу понять, каким образом убийства двух големов в сумме с башней позволяют наносить спарке, к примеру, двойной урон. Ну, либо же любому спеллу двойной урон. Это просто же жесть. Окей, давайте попробуем то же самое повторить на моем основном аккаунте. Да, ребят, чтобы вдруг разработчики или кто-либо из вас не подумал, что это сервак, и аурум врет. Хотя аурум не врет, потому что вы то же самое, скорее всего, сможете повторить, пока не пофиксили этот баг. Вот мой основной акк. Все нормально. Вот такую колоду я взял ту же самую, которую и мой подписчик. И сейчас с моим сокланом мы уже подготовились и попробуем повторить абсолютно то же самое. Итак, я бросаю ему дружеский бой. И, в общем-то, начинаем. Крайсоул будет моим оппонентом. Сначала мы договорились, он выбрасывает спарки. Я пытаюсь делать то же самое, что делал мой подписчик. То есть я буду два голема сразу возле башни выставлять, в общем-то. Здесь, конечно же, основная задача у меня не тупить. Реально, очень важно не тупить. И вот, в принципе, я подобрал нужную колоду. У меня есть и зеркало, и клон спелл, и, в общем-то, ледяной голем. Поэтому уверен, что все получится. На самом деле, тема очень изи. Повторюсь, спарки должна одновременно бахнуть и по големам, и по башне. Есть! Получилось! Это вообще очень, очень и очень изи тема. Серьезно. То есть, ну, прям, прям совсем изи тема. Как-то херово бросил я скелетиков. Сейчас еще будет выстрел по моей главной башне. Хотя нет, не будет. Отлично. И теперь то же самое, абсолютно то же самое проделываем с левой моей башней. То есть, нас, ну, каждый сможет это повторить. Серьезно. Абсолютно каждый человек сможет это все дело повторить. Так. Причем я, мне как-то почему-то удобнее делать даже клон спеллом. Потому что раз, оно склонировалось, и все окей. Вот он едет, едет, едет. Давай, бро, быстрее. И раз. И два. Ой. Есть! Все равно работает. Все отлично. Работает чудесненько. Вот. Вот это правильный выброс скелетика. Во-первых, раз был неправильный выброс скелетика. Почему не люблю онлайн-пыдинки? Потому что, ну, все идет как-то, как-то не по плану. Так. Ну, а теперь, в общем-то, моя очередь. Попробуем сделать то же самое. Попробуем сделать то же самое. Надеюсь, что Cry Soul за минуту это успеет все это дело повторить. Ну, опять же, двойной эликсир. Уверен, что, ну, еще. Давай, вот сейчас. Есть! Получилось. Супер. Супер офигенно. Красава. Давай пятюню. Вообще, молодец. То есть, все, дело сделал вообще абсолютно, абсолютно правильно. Теперь, по-быстренькому мне нужно найти Спарки и кидать Спарки. Все, поехали. Спарки выброшу на 35 секунд до конца. Давай, давай, давай. Нужно успеть. За 30 секунд уверен, уверен успеем. А потом поиграемся еще с главными башнями. Потому что, по идее... Ой, по-моему, не по... ПОПАЛ! Супер! Да, отлично. Блин, радуюсь, как ребенок. На самом деле, просто на реплеях, в общем-то, моего подписчика было очень много фейлов. Я думал, блин, что повторить не так уж и легко. Но нет, ребят. В принципе, повторить довольно просто. 10 секунд остается до основного времени. Сейчас попробуем делать то же самое по главной башне. Вот, отлично. Крайсоул понял, что нужно идти с левой стороны. Я готовлюсь, чтобы встретить его, в принципе, с этой стороны. И... Такс. Нужно найти зеркало, желательно. Ладно, окей. Будем делать. Попытаемся, попытаемся, ребятки. Попытаемся и... Нет, не получится, зараза. Не получается, слушайте. С главной башней то же самое вообще не получается. Окей. Ладно. Ладно. Вот оно получилось! Получилось! Вот оно! Все отлично получилось. Единственное, что, конечно же, башня с одного выстрела не была уничтожена. Ибо я объяснял почему. Потому что это, в принципе, только боковые башни Спарки может снести с одного выстрела. А главную башню, увы, с одного выстрела снести она не может. Завязать этот бак в глобале, либо в испытаниях, с пользой для себя практически невозможно. Ну, потому что, какова вероятность того, что соперник бросит возле своей башни сначала ледяного голема, потом отзеркалит его, либо же отклонирует. Ну, в принципе, это нереально. Ну, хотя, опять же, в этой игре может быть все. Но! Вы можете удивить своего соперника в глобале, и действительно, когда он пустит Спарки возле своей башни разыграть такую сценку. Конечно же, вы проиграете, но у соперника глаза будут просто на лбу, если не на затылке. Он просто охренеет от того, что одним выстрелом Спарки заберет у вас целую башню. Лол! Ну, и, конечно же, Суперсел в скором будущем попиксят этот бак, поэтому пользуйтесь, пока он есть. Ну, а с вами был Аурум. Не забудьте под этим видосом поставить лайк. Я реально старался. Подписывайтесь на канал. Всем удачки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok